Криминальная хунта в Карабахе во главе с возомнившим себя госминистром Рубеном Варданяном и так называемым лидером остатков сепаратистского режима Араиком Арутюняном терроризирует армянское население азербайджанского города Ханкенды. За критику действия преступной группировки на глазах у жены и детей был избит местный активист Юрий Мусаэлян. После случившегося он вышел в эфир в соцсетях и продемонстрировал следы побоев на лице. Пострадавший подчеркнул, что его избили из-за нелестных слов в адрес режима, который грабит регион и простых армян. Смотрите, что сделал Араик Арутюнян. Арутюнян, слушай внимательно, я к тебе обращаюсь. К счастью, я не один, а то давно повесился бы. Никто не стерпел бы подобного отношения. Они утверждают, что меня избили по другим причинам. Но вы же все знаете. Вы видите, в какое состояние меня провели. Интересно, кто будет следующим? К сожалению, некоторые радуются этой ситуации. Избитый Мусаэлян заявил, что не собирается отступать. Он обещает устроить новые акции в центре Ханкенды против Араика Арутюняна. К протестам намерены подключиться и другие активисты. Гонение и унижение, которым подвергается армянское население Карабаха, в очередной раз подтверждает преступную сущность политики Еревана и его марионеток в лице самозванцев Варданяна и Арутюняна. Процессы, идущие в Ханкенде, – результат политики находящихся в Карабахе незаконных элементов. Они создают искусственный ажиотаж, чтобы население находилось в еще более затруднительном положении и чтобы люди выступили против Азербайджана. Но в результате получается все наоборот. Проживающие там люди видят виновных в лице этих элементов, в этих террористах. По словам депутата парламента Азербайджана Турала Генжалиева, реваншистские силы препятствуют обеспечению мирного сосуществования в регионе. Незаконные действия Варданяна и Арутюняна, считает парламентарий, в первую очередь вредят самому армянскому населению Карабаха. Я считаю, что Рубен Варданян, Араик Арутюнян сами загнали себя в ловушку. Они смогут спасти себя, только представ перед законом. Что касается проживающего в Ханкенде мирного населения, если они не нарушили законы Азербайджана, не совершали военные преступления, в прошлом, то нет никаких проблем в том, что они там живут. Главное, чтобы они проявили желание. Пусть обратятся в соответствующие структуры Азербайджана и скажут, что хотят избавиться от этих криминальных элементов, которые держат их в плену. Они должны сделать выбор. Карабахские армяне, согласно международному праву, являются гражданами Азербайджана. А после интеграции в азербайджанское общество их жизнь будет значительно лучше нынешней. А главарей сепаратистского движения, терроризирующего местного населения, ждет суд за совершенные преступления. Шамиста моментов из Мира Алиева, Мирджавита Миноглу, Си-Би-Си.